Я вышел сегодня с непростым вопросом, который вызвал большую дискуссию в обществе. Вот хотя Юрий Федорович говорит, что ее не было. Она была на самом деле. Она была и в комиссиях, и во фракциях. И мы разговаривали со своими избирателями. Разное мнение по этому вопросу, безусловно. Я бы хотел перевести те аргументы, которые мне кажутся убедительными в том вопросе, что мы должны перевести в том, чтобы мы утвердили 60 депутатов. Очень часто, кстати, задают вопрос, откуда взялась цифра 60. Действительно, я этот вопрос начал поднимать намного раньше, много лет назад. Два года назад я выступил в прессе об этом. Я говорил о 50 человеках. Я знаю, что есть мнение, в том числе в этом зале, где люди выступают, и за 40. 60 – это компромиссная цифра, которая нам кажется наиболее удобной. В 1999 год я впервые избирался депутатом Государственного совета Удморской республики. Это была действительно серьезная кампания, потому что мы, депутаты, были центром власти тогда. Вы знаете, что Государственный совет, один или два региона в России всего были, определял высшее должностное лицо Удморской республики. Вы помните, я даже цифры хорошо помню, 55 на 42. Была политическая конкуренция, была возможность выразить свое мнение. В 2000 году ситуация изменилась. В соответствии с федеральным законодательством мы стали выбирать президента Удморской республики всеобщим голосованием. Далее произошли снова изменения. А, я хотел еще добавить, что вы помните, что в Верховном совете Удморской республики было 200 депутатов. Так как я не был тогда депутатом, мне очень сложно говорить о том, как. Но я слышал мнение своих коллег, которые говорили, невозможно было работать, когда было 200 депутатов. Очень долго, процедурно решались все вопросы. После 2000 года снова меняется федеральное законодательство. И мы принимаем планку 90 депутатов. А почему, собственно говоря, мы решили тогда 90 депутатов? Ну почему? Ведь у нас был люфт между 35 и 90. Нет, мы пошли по верхней планке. И нам в тот момент тоже никто не объяснил. А почему 90? Я вот был не согласен с этой ситуацией. Но мы ее даже не дискутировали. Сейчас мы хотя бы дискутируем. Государственный совет – это очень важный орган власти. Но время изменилось. Мы живем сегодня в другой стране. Государственный совет – это одна из ветвей власти. Мы сегодня признаем, что в стране есть определенные сложности. В первую очередь экономические сложности. Мы говорим о том, что мы должны бороться с издержками на всех уровнях. На политическом уровне и на экономическом. Все предприятия сегодня оптимизируют систему управления. То же самое нужно делать в органах государственной власти. У меня есть убеждение сегодня, что этот вопрос назрел. И мы, как ответственные депутаты, должны начать с себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал.